МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Селям алейкум, добрый вечер. В студии Айши Шулакова. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях уходящей недели. Не переключайтесь. Президент на связи. Все нормы обновленной Конституции получат развитие в федеральных законах. Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. О науке и образовании. Меняется сознание людей, меняется сознание и студентов. Эксклюзивное интервью с ректором Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Кубова. Быстро и безопасно. Теперь авто и мототранспорт в Крым и обратно в Москву можно отправить поездом. Компания берет все риски и все абсолютно по поводу доставки на себя. Выгодно ли отправлять машину на автомобилевозе? Жизнь после ковида. Персонал здесь насколько везливый, настолько доброжелательный. Начиная от медсестры до врачей. Ковидные госпитали уходят в прошлое. Теперь в них восстанавливают здоровье, переболевшие коронавирусом. Не делить людей на своих и чужих. Об этом президент страны Владимир Путин призвал на заседание Совета по межнациональным отношениям. Участники не собирались вместе уже больше года. Пандемия отодвинула на второй план многие значимые вопросы. Она же и показала значимость единства. Тему продолжит Гузель Мамбетова. Если позволите, я бы хотел начать с темы, которая является ключевой. И звучит она так. Об укреплении общероссийской гражданской идентичности. Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нет ничего важнее этой темы. Он призвал не допустить переноса в Россию из-за рубежа межэтнических конфликтов. Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются. Как раз в этой ключевой сфере. И на американском континенте, и на европейском. Еще одна важная тема – перепись населения. Президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре в ходе переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам. Перепись необходима для уточнений демографического состава населения страны. Исходя из этих данных, позже будут формироваться различные государственные программы. К переписи готовятся и в Крыму. Нужно умело разъяснить населению, зачем она проводится. И что здесь нет каких-то подводных течений. В общественной палате Республики Крым в этом плане тоже предстоит, на мой взгляд, достаточно важная работа по обеспечению, по информационному сопровождению этой кампании. Основной этап переписи был запланирован на октябрь 2020 года. Но после начала пандемии он был перенесен на апрель текущего года. Пройдет он в необычном формате. Впервые в этом году принять участие в переписи населения можно будет онлайн через портал госуслуги. Создан даже специальный сайт. Там подробно описано, как это сделать. Зайти на госуслуги можно в любое время дня и ночи. Дома, на даче, в поездках и даже за границей. Нужен лишь интернет и учетная запись на портале. Главное не опоздать. На заседании обсудили вопросы создания и продвижения этнокультурного туризма. Он важен для сохранения и изучения культуры народов, населяющих Россию. Пока большинство этнопарков в стране создаются частными предпринимателями. Мы поддержали около 400 проектов. Там есть и юридичные тенки в республике Тыва. Это и обустройство, место размещения в карельских деревнях. И даже такие необычные и интересные проекты, как воссоздание караимской традиционной кухни на Крымском полуострове. Крым на заседании Совета по межнациональным отношениям в Москве представил ректор КИПУ имени Фивзи Якубова Чингис Якубов. Ему не удалось выступить, но тем не менее он подчеркнул, что все затронутые вопросы коснулись полуострова. Все эти вопросы очень актуальны для Крыма и по глубине затронутых тем. Я считаю, что Крым лежит как раз именно в повестке затронутых вопросов. Я первый раз был на Совете. Впечатления, конечно, очень глубокие, очень серьезные. Смог познакомиться с очень уникальными людьми. Случно очень много интересных предложений. Я думаю, что республика Крым включится. Президентское внимание к межнациональным отношениям особое. Принятые абсолютным большинством граждан изменения закрепили в основном законе и ключевые ориентиры государственной национальной политики. Там много об этом сказано. Это укрепление единства народов России, обеспечение межнационального согласия, сбережения этнокультурного и языкового многообразия стран. Все нормы обновленной конституции получат развитие в федеральных законах. Такая работа, как вы знаете, уже идет. В частности, правительство при участии широкого уровня экспертов разрабатывает концепцию государственной языковой политики. Вопросы программ по этнотуризму, по организации переписи населения, а также о создании национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны. После совещания будут оформлены поручения президента. О деятельности Совета Крымских Татар при главе Крыма, развитии науки и образования поговорим с ректором Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Акубова. Эксклюзивное интервью Чингиза Акубова телеканалу Милет. Чингиз Февзиевич, селям алейкум. Алейкум селям айши хану. На этой неделе вы приняли участие в заседании Совета по межнациональным отношениям с президентом страны Владимиром Путином. Какие в целом у вас впечатления от этого мероприятия? Очень серьезный и деловой формат мероприятия. Очень высокая интеллектуальная составляющая. Действительно понимаешь, что ты гражданин огромной страны. И понимаешь, что мы все, возможно, разные. Но вместе с тем, конечно, одним из вопросов повестки дня было формирование и укрепление общероссийской гражданской идентичности. Действительно это так. По большому счету охватывает гордость за нашу страну, охватывает гордость за представителей всех национальностей. И, конечно, единственное сожаление в том, что формат был ВКС, и все-таки не удалось со всеми членами Совета лично познакомиться. Вопрос задать вы, к сожалению, не успели. О чем вы хотели спросить президента? Прежде всего поблагодарить, конечно, Владимира Владимировича за его огромный вклад, межнациональное согласие, за стремление к единству нашей огромной страны, межконфессиональное согласие. И, собственно говоря, сказать несколько слов о Крыме. Все-таки вы знаете, действительно, Владимир Владимирович очень часто говорил, что создаются базовые условия для формирования и эффективного развития экономики нашего региона. Да, это так. Сделано много и делается очень много. Но я бы хотел подчеркнуть все-таки ту нравственную составляющую, те нравственные основы, фундамент которых уже сегодня очень серьезно и глубоко заложен. Пожалуйста, уже построен и завершен собор Александра Невского в центре города Симферополя. Идет к завершению строительные работы мусульманской соборной мечети, столь долгожданной для всех мусульман. Буквально скоро откроются двери караимской кенасы. Если говорить об экономике, то даже если есть какой-то экономический кризис, то он всегда преодолим. Это я говорю словами Февзиакубыча, это всегда можно решить. А вот нравственный кризис, если мы теряем свои основы нравственные, духовные, то мы их никогда не восстановим, ибо все-таки экономика делается годами, а нравственность формируется веками. И очень хотелось выражить слова благодарности за то, что все-таки на одной шестой части ШУШ, на фоне того, что сегодня в целом мы видим по миру, как падает общий нравственный устоь, то вот у нас в Российской Федерации все это очень серьезно сохраняется и получает очень глубокое серьезное развитие. Ну, конечно, естественно, хотел сказать пару слов и о нашем выдающемся просветителе Исмейл Бея Гаспринскими, о его последователе Февзиакубове, человеке, который первый был удостоен медали Гаспринского, о создании и формировании строительстве полиэтнического центра культуры молодежи. И, конечно, хотел сказать несколько слов о памятнике, который воздвигнут в центре города Симферополя все-таки, и те изменения, которые мы всенародно поддержали в Конституции, они позволяют нам сохранять историческую память и противостоять, знаете, сегодня попыткам некоторых государств где-то преуменьшить вклад советских народов в победу над нацизмом. Вот памятник нашему герою, дважды герою Советского Союза, заслуженному летчику-испитателю Советского Союза Амитхану Султану, это не только реализация указа президента о мерах реабилитации репрессировавших народов, но это очень, я бы сказал, особый знак уважения, в том числе и крымско-татарскому народу. Совсем недавно мы все вместе отметили седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Видим, что меняется весь полуостров, а какие изменения произошли за эти семь лет в вашем университете? Масштабные изменения, как, собственно, и по всему Крыму. И в этой связи, конечно, хочется сказать, что, я вам скажу откровенно, меняется сознание людей, меняется сознание и студентов, и, по сути дела, мы за эти семь лет уже новое поколение ребят выходит, которые, ну, совершенно они не заангажированы, они нацелены, они понимают свою роль как в республике, так и в стране. И, собственно говоря, одно из основных направлений у нас – педагогика. И мы готовим ведь учителей, которые идут работать как в дошкольные образовательные учреждения, так и в общеобразовательные учреждения, то есть в школы. То есть это люди, которые транслируют уже ту атмосферу, тот такой хороший мотив, добрый мотив, который формируется в нашем ВУЗе. И, естественно, тут и укрепление материально-технической базы, и открытие инженерных направлений подготовки, что тоже немаловажно, потому что все-таки реальный сектор экономики пополняется за счет реальных производств. Много Айшаханум что сделано, и актовый зал у нас отремонтировал, и сейчас у нас идут строительные работы в нашем колледже в Бахчисарае. Вот поэтому я глубоко убежден, что и наш политический центр культуры молодежи, спасибо вам, телеканалу «Милеты». Я слежу, как вы, являясь нашими партнерами, постоянно эту проблему стараетесь освещать и придавать ей особую роль. Я убежден, что все будет доведено до конца, несмотря на пандемию, несмотря на все эти сложности, с которыми нам приходилось сталкиваться. И мы получим то, о чем так давно мечтали, как мы, так и наш основатель физиокубов. Мы знаем, что власти республики уделяют особое внимание вашему ВУЗу. Вы активно участвовали в различных грантовых программах. Что удалось добиться благодаря этим грантам? Действительно, за последние годы мы сдвинули с мертвой точки эти позиции. Но помимо научных грантов, то есть там, где в основном спасибо нашему институту, который возглавляет профессор Керимов Исмаил Асанович, то есть там идет в основном крымско-татарская тематика. И приятно то, что Российский фонд фундаментальных исследований поддерживает эту национальную тематику и достаточно глубокие фундаментальные работы готовятся. Вместе с тем, конечно, молодежные проекты очень радуют. Вот Федеральное агентство по делам молодежи. Там было выграно 5 грантов, подавали 10, поддержали 5. На общую сумму 3 миллиона 350 тысяч. Среди них там, конечно, очень интересные проекты. И вожатское мастерство, и психологическая служба в нашем университете. Но больше всего отрадно то, что наш проект «Сотня Амитхана» стал лучшим проектом в Республике Крым по итогам 2020 года. Лучшим молодежным проектом. Буквально на днях мы получили очень приятную новость, позитивную новость. Под руководством нашего профессора Ленуза Павловна Тархан и ее, так сказать, питомцев, ее профессорско-преподавательского состава мы получили первое место в федеральном проекте «Национальное достояние России», где нами была представлена крымско-татарская вышивка. И в этом конкурсе принимали участие почти все субъекты Российской Федерации. И, конечно, приятно, что Крым победил, и победителями стали наши сотрудники и наши студенты. Машаллах Айрлайм. Саонс. Какие планы у ВУЗа на 2021 год? Прежде всего, конечно, у нас задача пройти аккредитацию. Это очень серьезная процедура, которой этой процедурой следуют все ВУЗы Российской Федерации. Поэтому это у нас сегодня задача номер один. Вместе с тем мы открываем новые направления подготовки. Мы видим, как строятся школы в Республике Крым. И буквально завтра уже будет острая необходимость в кадрах. Она уже и сегодня есть, она уже и сегодня сформирована. Но завтра это будет уже просто волна. Поэтому мы должны точечно, локально подходить к решению этих вопросов. И нами открыты новые профили. Это учителя-предметники. То есть учителя физики, учителя химии, учителя биологии, учителя IT-технологии. То есть вот тот базис, который, собственно говоря, будет формировать экономику нашей страны. Поэтому, ну это так, если вкратце. А так, конечно, говорить можно очень много. Делается очень много. Прежде всего, хочу выразить огромные слова благодарности коллективу. Слава Богу, у нас в коллективе, и, видимо, это невидимо. Это мы совершенно точно знаем, определенно знаем, что заслугов Евзия Кубача. Почему он всех нас так воспитал, дал нам такой импульс. Сформирована очень благоприятная атмосфера, деловая атмосфера, взаимопонимание, сотрудничество, чувство локтя. И это, конечно, очень вдохновляет, что мы радуемся всем успехам. И, конечно, огромное спасибо нашим студентам, нашей молодежи, от которой мы все время энергетически подпитываемся. Свою энергию, естественно, читая лекции, занятия, мы передаем им. И вот в этих вот энергетических соотношениях, знаете, формируется вот такой вот, наверное, образ действительно нового крымчанина и гражданина великой, огромной страны. Чингис Февзевич, с чего сауна за интервью? Сауна. Коронавирус продолжает отступать от Крыма. За прошедшую неделю в республике выздоровевших почти в два раза больше, чем заболевших. На полуостров достали несколько новых партий вакцины от ковида. А совсем скоро число доз в регионе будет достаточным, чтобы прививать по 200 тысяч человек в месяц. Подробнее в нашем следующем сюжете. Это аппарат магнитотерапии. Мы больного укладываем и включаем программку на 20 минут. Ощущений не будет никаких, потому что это магнитное поле. 20 минут тишины и покоя. Ускоряется метаболизм, повышается насыщение крови кислородом, улучшается иммунитет. По личной просьбе пациента имени Неназываем мужчина рассказывает, ковид перенес в тяжелой форме, лежал в реанимации. Теперь за здоровьем глаз да глаз. Персонал здесь насколько вежливый, настолько доброжелательный. Начиная от медсестры до врачей. И это помогает нам быстрее выздороветь. Совсем недавно в этом пансионате в Евпатории работал ковидный госпиталь. Заболеваемость пошла на спад. Вместо больных коронавирусом здесь теперь переболевшие. Они проходят реабилитацию от последствий недуга. Восстанавливать здоровье пациентам помогают высококвалифицированные специалисты. После физкабинета прямиком в процедурную пациентов ждет Зарема Адельшаева. Медсестра рассказывает, все самое страшное позади. Теперь главное тщательно следить за здоровьем. Люди, переболевшие ковидом, они уже приходят к нам и уже оздоравливаются. После физкабинета они приходят ко мне, и мы тут уже капаем. Для улучшения самочувствия, иммунитета. Сколько в день человек? Ну, так как мы только открылись, сейчас три, пока три. Новое стационарное отделение санатория насчитывает 60 коек. Сейчас реабилитацию проходят 10 человек. А в этом зале в течение получаса пациенты занимаются на различных тренажерах. Лечебная физкультура оказывает общее тонизирующее действие, повышает толерантность к физическим нагрузкам. Начинать реабилитацию лучше сразу после стабилизации состояния. Мультидисциплинарная команда разрабатывает индивидуальный план программы, в которую входит комплекс процедур. Дыхательная гимнастика, аппаратная физиотерапия, ингаляции, работа с психологом. В среднем реабилитация длится 14 дней. За это время бригада три раза осматривает пациента, лечащий врач ежедневно. То есть это для коррекции лечения, для коррекции индивидуальной программы. В дальнейшем, когда собирается вся бригада, подводят итог и смотрят, что необходимо пациенту дальше, потому что у нас второй этап реабилитации, но существует еще и третий этап, это уже амбулаторный. Напомню, в мае прошлого года санаторий переоборудовали под обсерватор, в сентябре – под ковидный госпиталь. И вот за этот период ковидный госпиталь пролечил порядка 2500 пациентов на данный момент. А в обсерваторе прошло более тысячи граждан. На полуострове продолжается вакцинация. До 200 тысяч доз вакцины в месяц. Такой объем поступлений ожидают власти республики. На сегодняшний день в Крым поступило 76 932 дозы вакцины. В основном это вакцина спутника ВИМ. На сегодняшний день привито уже 70 123 человека, из которых 47 587 человек получили уже второй компонент вакцины спутника ВИМ. Еще один симптом избавления от ковид. В начале недели в Крым вновь приехали врачи Федерального медико-биологического агентства России. Но если в начале года они помогали справляться с нехваткой медиков в ковидных госпиталях, то теперь мобильные бригады проводят плановые осмотры пациентов на юге Крыма. Начали свою работу медики в Форосе. Попасть на прием можно как по онлайн-записи, так и по живой очереди. Врачи принимают всех желающих. Главная цель сводного медицинского отряда врачей – диспансеризация. Если на первом этапе выявлены какие-то изменения в состоянии здоровья, какие-то признаки заболевания, мы отправляем на второй этап исследования, где уже назначаются специальные методы исследования и осмотр производится узкими специалистами. Несмотря на то, что в последние дни число заболевших в республике растет, пока говорить о новой волне заболеваемости рано. Медики для профилактики по-прежнему советуют носить маски, соблюдать безопасную дистанцию и чаще мыть руки. Теперь машины и мотоциклы можно отправить из Москвы в Крым и обратно поездом. Первый вагон автомобилевоз уже прибыл на полуостров. В компании уверены, что владельцы транспорта благодаря услуге смогут сэкономить более 2000 км пробега, при этом не тратя средства на бензин, ночлег в пути и на платные дороги. Выгодно ли отправить свою авто к месту отдыха поездом? Смотрите в специальном репортаже. Поезд из Москвы прибывает на первый путь Симферопольского вокзала. Караван пассажирских вагонов замыкает автомобилевоз. Теперь легковые машины и мотоциклы можно отправлять в Крым и обратно по железной дороге. Быстро и безопасно. Сохранность груза обеспечивает электронная навигационная пломба. Дополнительно автовоз оснащен системой сигнализации противопожарной безопасности. Одновременно в вагоне можно перевести 4 легковых автомобиля, либо 15 мотоциклов. Их крепят специальными ремнями. Если транспортное средство будет повреждено по вине перевозчика, то данную ответственность будет нести компания-перевозчик. На данный случай заключен договор страхования гражданской ответственности. Пыль дорог и ветросвист. Для Александра Шалашова мотоцикл не просто средство передвижения, а смысл жизни. В поисках азарта и адреналина мотолюбитель на легендарном байке искольсил уже почти весь Крым. А теперь пришло время попрощаться с верным железным конем. Фото на память, и можно отправлять мотоцикл другу в Москву. О запуске автовоза Александр узнал из новостей. До этого пользовался услугами частных перевозчиков. Но их расценки били по карману. 50 тысяч кровных только в одну сторону. Данная услуга с пользой намного рентабельнее, намного экономичнее для нас. Тем более компания берет все риски и все абсолютно по поводу ставки на себя. Чтобы не ехать за рулем через полстраны, компания предлагает перевезти транспорт на поезде. Отправить мотоцикл в одну сторону обойдется в сумму от 15 тысяч рублей, а автомобиль от 35 тысяч. Теперь посчитаем, сколько будет стоить путешествие на автомобиле из Москвы. Средний расход топлива 10 литров на 100 километров. Получаем 200 литров. Это около 10 тысяч рублей. Начлет гостиницы, если семейный номер в среднем 5-6 тысяч. Плюс питание. В среднем 30 тысяч рублей на семью. Из преимуществ мобильность. Возможность передвигаться на личном автомобиле по всему Крыму, а если ехать поездом или самолетом, помимо услуг автовоза, нужно оплатить еще и билеты. Экономия или нет, решать вам. В семье Чупрыгиных по Крыму путешествуют исключительно на машине. В отпуск летят на самолете, на месте берут в аренду авто, не обременяя себя поиском нужного рейса общественного транспорта и изучением расписания поездок. За 12 дней семья проехала более тысячи километров. Если брать в аэропорту, это подороже. На других сайтах, которые вне аэропорта, которые стоят вне аэропорта, это дешевле. Вот эта фирма, она предлагает в районе тысячи рублей. Дешевле, чем такси. А еще все время можно ездить на разных машинах. Преимущество проката автомобиля. Все чаще отдыхающие, да и сами крымчане берут машину в аренду. В эпоху современных технологий сделать это просто. Заявку можно подать на сайте, либо позвонить. Но вот для оформления придется явиться в офис лично. Стоимость зависит от количества дней и марки машины. Ее могут подать прямо в аэропорт, жедовокзал или в любое указанное вами место. Из минусов – ограничения в пробеге и залог. Цены меняются в зависимости от сезона. Базовая стоимость, особенно для жителей Крыма, у нас от 599 рублей. Дальше это зависит от того, какой автомобиль на какой срок. Стоимость базового автомобиля с автоматической коробкой передач – это 2200 рублей, если вы берете на одни-двое суток. 1500 рублей, если вы берете от 14 дней. И 990 рублей, если вы берете на срок свыше месяца. Электрокаршеринг. В Крыму такой сервис только набирает обороты. Без современных технологий никак. Нужно скачать специальное приложение в телефон. Зарегистрироваться, привязать банковскую карту для оплаты, выбрать тариф и ближайший автомобиль на карте. Открыть и завести автомобиль можно с помощью приложения. Нажимаем кнопку «Поехали». Двери открылись. Пойдемте посмотрим, открылись ли они. Да, двери открыты. Проверяем салон. Все ли в порядке. Два базовых тарифа. Поминутные оплаты только за время эксплуатации электромобиля. 10 рублей за минуту. Либо посуточные – 3000 рублей. В автопарке только новые бесшумные электромобили в комплектации «Люкс». Вы можете ездить 24 часа. Включенный пробег 200 километров. Это более чем достаточно. Средний статистический, наверное, водитель меньше проезжает. По истечению суток вам необходимо либо завершить, либо если там необходимо на час-два продлить, то вы переключаетесь на тариф на минутный. 10 рублей в минуту. Зона использования автомобиля – весь южный берег Крыма. Севастополь, Симферополь и аэропорт. Бесплатно зарядить автомобиль пока можно только на пяти станциях в Алуште и в воздушной гавани Крыма. Из минусов – далеко, пока на нем не уедешь. Мало зарядных станций по Крыму. Можем ставить либо на медленное зарядство, она заряжает за 6 часов, либо на быстрый, такой сильный кабель уже силовой, он заряжает машину за 1 час до 100%. Путешествие на машине – это свобода выбора и свобода действий. Каждый день новый маршрут. Степные районы, крутые горные серпантины вдоль обширной береговой полосы полуострова. Лететь самолетом, ехать поездом, передвигаться на автомобиле, мотоцикле, велосипеде или идти пешком – разницы нет, ведь на Крыме не экономят. Как путешествовать по полуострову – выбор за каждым. Это были все новости на сегодня. Еще больше информации на нашем официальном сайте trkmillet.ru. До встречи на следующих выходных. Субтитры создавал DimaTorzok